Смерть дело одинокое. На неделе в Лондоне прошли похороны некого Скотта Янга, удачливого бизнесмена, мультимиллионера, самоубийцы. Для непосвященных ничего вроде особенного, но такое бывает на острове. За самым простым и очевидным может скрываться невероятная интрига. Англичане свои скелеты в шкафу прячут усердно, но их таблоиды, вероятно, самые упорные и чуткие в мире эти скелеты всегда находят. На этот раз Daily Mail что-то учуяла и начала расследование. И оказалось, что как в романе Конан Дойля, выпавший из окна бизнесмен, оказался лишь звеном тайной цепочки. Мой коллега Дмитрий Сошин в чисто британском стиле, правда, без трубки и скрипки, попытался с помощью дедукции вытащить на свет кончик этой пестрой ленты с магнатами, подкупами и тайными переговорами. Скотта Янга, жизнерадостного шотландца, любителя шампанского и ярких блондинок, таблоиды называли королем лондонской недвижимости. Его трагическая смерть в конце прошлого года знавшим бизнесмена людям показалась странной и нелепой. В версию о самоубийстве на ней, поначалу настаивал Скотланд-Ярд, никто не поверил. Из отчета полиции следует, что Янг выбросился с четвертого этажа этого дома на площади Монтегю. Здесь он снимал квартиру, это центр Лондона, здесь недвижимость в буквальном смысле на вес золота. Тело Янга прохожие нашли на решетке ограда. Решетка находится на удалении от здания. Чтобы на нее попасть, нужно было, прыгая, с силой оттолкнуться от подоконника. Может, ему кто-то помог? Похороны Янга, они состоялись на этой неделе, спустя месяц после его гибели собрали около сотни близких друзей. Деловые партнеры, чтобы избежать общения с прессой, прямо на лимузинах заехали на кладбище. Из близких лишь дочери и бывшая любовница. Жена Янга, Мишель, не приехала с ним проститься. Семилетний бракоразводный процесс сделал их врагами. Уходя от супруги, один из богатейших людей Англии объявил себя банкротом. Но Мишель уверена, свои миллионы Скотт спрятал в офшорах. Многие, конечно, скажут, что она затеяла. Пусть идет, работает, это ведь его деньги. Но, поверьте мне, ситуация гораздо более запутанная. В 2006-м Скотт Янг объявил жене и кредиторам, что все свои деньги, а за одно и средства партнеров, он вложил в строительный проект «Москва», который непонятным образом развалился. Этот проект не фикция. В 2004-м в российской столице, на Звенигородской улице, действительно появился шанс застроить территорию бывшей фабрики по производству красок. Инвестировать в этот проект Янгу предложил Руслан Хомичев. В то время ближайший деловой партнер и доверенное лицо Бориса Березовского. Речь идет о довольно большом участке на западе Москвы. Янг и Хомичев решили совместно инвестировать в проект. Каждый планировал внести от 50 до 80 миллионов долларов. Они надеялись получить до 500 миллионов долларов прибыли за счет продажи квартир в построенных домах и аренды офиса. Район престижный. Я видел документы и могу сказать, это был реальный бизнес-план, который мог принести хорошую прибыль. Янг в 2005-м покупает у Фомичева половину его доли в офшорной компании Parasol Participations Limited. Предположительно, за 19,5 миллионов долларов компанию создали специально для финансирования этого проекта. К тому времени Янг знал не только людей Березовского, но и его самого. Ведь именно Янг продал Березовскому роскошный особняк в городстве Сэрэй, где тот в марте 2013 года умер при загадочных обстоятельствах. Но об этом позже. Собранные на проект Москва деньги разложили по 12 офшорным компаниям на Кипре, в Лихтенштейне и на британских Виргинских островах. Проект вроде набирал обороты, но вдруг стал тормозить. Окончательно он заглок в тот момент, когда Янг решил уйти от жены. Это утверждает Данкен Кэмпбелл, автор громкого журналистского расследования. В 2006-м Янг и его окружение решили сделать вид, что проект Москва лопнул, дабы показать, что он якобы потерял свои и чужие деньги, чтобы обезопасить себя от неминуемого бракоразводного процесса. Этот вывод можно сделать не только из разговоров с женой Янга, но и из содержания многих документов. Жадные люди часто создают в себе сложность. В интервью Кэмпбеллу и другим журналистам Мишель Янг утверждает, именно Березовский и его люди научили ее мужа, как растворить миллионы долларов на тайных счетах. По словам Кэмпбелла, олигарх удивительным образом вовлек в проект Москва даже своих близких. В 2006-м Янг инициировал необычное перемещение средств, чтобы спрятать их от своей жены. И тем человеком, который сыграл большую роль в том, чтобы капиталы Янга выглядели как сторонние кредиты, была Екатерина Березовская, дочь Бориса. Документов, подтверждающих это, нет. Но когда юристы стали разбираться в делах Янга, много говорилось о том, что эти средства Янгу пришли именно от нее. Эти слова Екатерина Березовская комментировать не стала. Запрос об интервью остался без ответа. Никто из тех, кто имел дело с проектом Москва, не желает о нем вспоминать. Неясно, какая часть состояния Янга, его оценивали в полмиллиарда фунтов, исчезла в офшорах. В Международном центре журналистских расследований считают, что Янг мог спрятать и деньги американской наркомафии. В числе инвесторов были его друзья, но часть имен осталась за шифрами тайных счетов. Британские газетчики поговаривают и о российском криминале. В Лондоне есть специалисты, готовые для русских перевести деньги из точки А в точку Б. Янг вполне мог выстроить подобную финансовую схему. И весьма часто такие сделки заканчиваются разборками, поскольку часть денег по дороге в офшоры неожиданно пропадает. А за это отвечает посредник. Он либо может взять деньги, сказав, что ему не заплатили, или на него могут списать пропавшие миллионы. В интервью Мишель Янг часто повторяет. Моего мужа ценили за умение быстро и бесшумно переводить огромные средства. Это, наверное, и помогло человеку с нулевым стартовым капиталом в конце 90-х выстроить мощную бизнес-империю. К этому времени в Лондоне уже осели российские деньги сомнительного происхождения. Своим друзьям Янг не разжаловался, что его преследует русская мафия. Один из этих друзей поведал лондонским газетчикам, что Янга якобы пытали в одном из номеров престижной гостиницы «Дорчестер», что его якобы держали за ноги из окна, пытаясь понять, куда же он поделал деньги. Но ни своим суровым кредиторам, ни судьям, которые пытались отсудить компенсацию для его жены, Янг так ничего и не рассказал. Кто или что убило Янга – загадка. Нет ответа и на вопрос, существует ли связь между смертью Березовского и его участием в проекте «Москва». Но британские власти так и не объяснили, как он ушел из жизни. Березовский переживал о проигранном Абрамовичу судебном процессе. Но, по словам друзей, в последние дни своей жизни депрессия не страдал. Но смерть его полиция поначалу рассматривала как самоубийство. То, что он был подавлен, да, я видел. Но у меня было такое ощущение, что последнее время он выходил из этого состояния. Он совершенно по-другому начал разговаривать. Кроме Березовского и Янга при загадочных обстоятельствах с жизнью расстались еще четыре британца, имевших отношение к проекту «Москва». В 2010-м под колесами лондонской подземники погибает Пол Кассел. Он разбогател на продаже лондонской недвижимости. Янг уговорил его вложить круглую сумму в выгодную московскую сделку. Через два года в метро погибает еще один знакомый Янга. Владелец 15-ти компании Роберт Кертис также приобрел долю в проекте «Москва». В ноябре прошлого года уже третий партнер Янга, финансист Джонни Ильичао, в среди бела дня падает с крыши известного лондонского магазина. Семья не верит, что это самоубийство. Помимо проекта «Москва», эти люди занимались делами осевших в Лондоне новых русских и незадолго до смерти странным образом лишились состояния. Ну и, наконец, адвокат Стивен Кертис. В свое время именно он познакомил Янга с Березовским и погибшими позже бизнесменами. Еще в 2004-м юрист разбился на новеньком вертолете, которым управлял опытный пилот. За несколько дней до гибели Кертис сказал родителям, «Если со мной в ближайшие две недели что-нибудь случится, это не будет несчастный случай». Возможно, лучшие умы Скотланд-Ярда и пытались связать эти необъяснимые смерти воедино, но результатов пока не видно. В отсутствии конкретики любая, даже самая фантастическая версия, имеет право на существование. Нередко их высказывают те, кто в прошлом участвовал в политических проектах Березовского. Вся история, связанная со Скоттом Янгом, и информация, которая по переводу денег, связанная с ним, она, возможно, эта история придумана как с целью отвлекающего маневра для сокрытия более значимого события, которым являлось убийство Бориса Березовского. Вряд ли в обозримом будущем британские власти захотят вернуться к делу Березовского. Но в отношении Скотта Янга история еще продолжается. На днях стало известно, что в апреле обстоятельства его гибели будет изучать Коронерский суд. Его назначают, чтобы собрать доказательства убийства. Если следователям не помешают, ниточки от странного банкротства и смерти Янга наверняка потянутся и к другим таинственным и незаслуженно забытым делам. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Юлия Заграничного, Наталья Штонда. Первый канал. Лондон.